Всем привет, а это очередная тихая клавиатура для нашего подписчика на базе Monko 6075 Pro, а вы на канале Домашний Обзор, и мы начинаем. И наконец-то перед вами Monko. Мне много писали про Monko, говорили, что это хорошая база, её нужно обязательно попробовать. Я вам верю, потому что Monko очень сильно похожа на мой DAC-40, и база действительно, я думаю, стоящая, потому что здесь у нас алюминиевый корпус, плейт текстолитовый, гаскет наунд и, в принципе, довольно интересное цветовое решение. Но об этом чуть-чуть попозже, а когда я вскрыл данную базу, я сразу понял, что это, в принципе, будет что-то похожее на DAC-40, например, по инструкции, так как точно такая же инструкция на китайском английском языке лежала в DAC-40, и она, в принципе, поможет переключиться между проводным режимом и беспроводным режимом и посмотреть некоторые горячие клавиши. Потому что без неё будет всё максимально непонятно. Вы включите клавиатуру, она условно стоит на 2.4 режиме, и у вас по проводу она работать не будет, и придётся смотреть в инструкцию, чтобы переключить её в проводной режим. А теперь давайте посмотрим, что за интересные цветовые решения я имел в виду. Как видите, база небесная голубая с золотыми вставками. Это довольно интересно, так как подобные можно найти разве только у Леобога. Например, тот же Hi8. Стоит она столько же, но проблемы с комплектацией у китайцев присутствуют, так как сзади там есть значок, на котором должна быть гравировка, но он приезжает людям почему-то пустой. И поэтому мы не стали рисковать и сделали выбор в пользу Monke. Тем более она действительно красивая. Сзади мы имеем небольшой фрезерованный логотипчик. Целиком база вся монолитная. Выглядит довольно гармонично. В комплекте у нас лежит кабель, причём довольно неплохого качества. Он белый, с ферритовым фильтром и довольно хорошо гнётся, я бы его менять не стал. Я бы пользовался именно им. Дальше у нас лежит довольно бюджетный пулер, и его в принципе хватит, чтобы достать свитчи и кейкапы. Отвёрточка и шестигранник. Для чего нам нужна отвёртка, мы увидим позже, так как я до конца не понимал. У нас же плейт с платой всё-таки на свитчах держится, и нигде винтов вроде под крест нет. Но нет, оказалось, что есть. А теперь давайте вскроем базу, так как она у нас запаяна в полиэтиленовый пакет. И когда я её вскрыл, мне она понравилась ещё больше. Небольшой флекс здесь присутствует. Флекс я оставлю. Буду класть, скажем, пароновую шумоизоляцию тонкослойную, чтобы осталось немного флекса. В целом, с данной базой я знаком ещё по даггу, так как такие же стабилизаторы стоят и там. Я не скажу, что они прямо супер хорошие, поэтому здесь я их буду менять. Давайте посмотрим на донгл. Аналогично, как и в DAX-40. Внутри приклеен магнит, поэтому донгл у вас никуда не выпадет. Дальше у нас идёт переключатель. И мы можем включить клавиатуру от аккумулятора, либо выключить. Включается она довольно быстро. И я подозреваю, ПО здесь такой же, как и в DAX-40. Сравнивая с DAX-40, я не хочу сказать, что это плохая база. Наоборот. Это довольно крутая база, так как DAX мне очень нравится. Просто делаются они, скорее всего, на одном заводе. Для разных компаний. Далее у нас есть регулятор громкости, он же регулятор подсветки. Да-да, здесь он мультифункциональный. Такой я, если честно, вижу первый раз, так как обычно данный регулятор регулирует только громкость. А теперь давайте вскроем базу. Откручивать мы будем не все винты, а только шесть шестигранных. Так как два винта посередине по бокам у нас под крест, и для этого нам нужна была крестовая отвертка. Они держат вот эти вот золотые вставки, которые, естественно, я откручивать не буду, потому что смысла нет. Внутри у нас гэскет-маунт, как мы видим, немножечко фиксаторы резьбы. Но я не думаю, что это ржавчина, потому что по структуре это как будто бы фиксатор резьбы попало на топ-кейс. И я, естественно, все это вытру. Вытру спиртовыми салфетками перед тем, как будут делать Force Break Mode. По механической обработке и анодированию мне просто не к чему придраться. Ни одного изъяна. Все сделано просто отлично. База ощущается гладкой и выглядит ровно так же. Никакой излишней зернистости. Естественно, когда я говорю, что мне все нравится, я привязываюсь именно к этой цене. Не нужно сравнивать данную базу с базами за 30 тысяч. Подняв плейд с платы, я увидел два кабельных жгута и вздохнул с облегчением, так как уже надоели эти шлейфы. Кабельные жгуты намного практичней. Также у нас есть два слоя шумоизоляции. Вернее, шумоизоляции всего лишь один слой. И еще один слой изолирующий, чтобы плата не кратнула на корпус. Никому же не нужно короткое замыкание, которое выведет из строя вашу клавиатуру. Теперь давайте посмотрим подробнее на плату. На плате мы сразу видим ход свапсокета от GVK. И меня они ни разу не подводили. Довольно качественный ход свапсокета. Также мы видим флекскаты на плате. И именно они дают нам хороший флекс с текстолитовым плейтом. А вот место пайки регулятора громкости это больная тема для многих плат, так как он скорее всего появится вручную и там остается неотмытый флюс. Мне приходилось его частенько отмывать. Здесь же все отлично, все отмыто и все красиво. Поэтому крепим назад данную проставочку, которая помогает нам не коротнуть плату на корпус, даже с учетом наличия изоляционного слоя. И смотрим дальше. А сейчас у нас плохая новость для тех, кто любит PCB-маунт-стабилизаторы. Сюда вы их не поставите, так как нет посадочных мест. Но так как мы собираем тихую клавиатуру, PCB-маунт-стабилизаторы нам не нужны, и эта плата нас устраивает. Внутри ботом-кейса мы видим аккумулятор на 4000 мА, магнит-плату и два шлейфа. Обработка также отличная. Теперь я хочу примерить топ-кейс к ботом-кейсу. И тут я как раз узнал, какая же здесь все-таки точная обработка. Просто так посадить топ-кейс к ботом-кейсу у вас не получится, потому что там нужно соблюдать этот маленький зазор, который есть между этими вставками и топ-кейсом. Поэтому приноровите вставлять топ-кейс ровно. А теперь давайте вынем свечи, которые держат плату и плейт вместе. И посмотрим, что же у нас там по шумоизоляции. Для начала поднимаем плейт. Поднимается он очень легко. Видим на плейте флекс-каты, которые вкупе со флекс-катами на PCB дают нам хороший флекс. Также мы видим шумоизоляцию пробела. Это довольно полезная вещь. И если вам это до сих пор ничего не напоминает, то советую посмотреть видео про Shuga 65. Да-да, это в принципе то же самое. DAG 40 Shuga 65. Это одни и те же платы, одни и те же плейта. И в принципе это довольно неплохо. Просто Shuga стоит подешевле, DAG стоит подороже, а Monka где-то посередине. Как вы видите, здесь тоже три слоя шумоизоляции. И третий слой у нас изолирующий. Плата у нас довольно хорошо выполнена. В принципе, как я говорил, эти все платы с одного завода. И качество у них хорошее. И теперь давайте перейдем к смазке стабилизаторов. Я возьму стабилизаторы FL7MK V3. Они доступны в различных цветах. И здесь подписчик выбрал стабилизаторы в цвет базы. Теперь внимание, самый подробный гайд по холи моду. Крупным планам, чтобы всем было понятно, как его делать. Сначала отклеиваем кусочек пластыря, который вы заранее нарезали. Ровно по ширине отверстия в стеме. Смотрим, откуда вставляем пластырь. С той стороны, где у нас отверстие, снизу. Именно там мы будем его фиксировать. И пластырь у нас здесь идет сверху вниз. Это удобнее, чем засовывать его с обратной стороны. Зафиксировали, приклеили к стему немного. Если вдруг он недостаточно зашел, чуть-чуть подвинули пинцетом. Ведь вам его сейчас нужно будет с обратной стороны достать пинцетом. И поверьте, это будет довольно непросто. Особенно, когда у вас очень хорошая адгезия клейкого слоя лейкопластыря. Как только вы проточили кончик и натянули лейкопластырь с другой стороны, немного его отклеили и протянули подальше. Так, чтобы он приклеился заподлицо. Ровно. И не выпирал с другой стороны. На данный момент он у меня, как вы видите, выпирает. Я его приклею и смотрите, что я буду делать дальше. Так оставлять нельзя. Поэтому я тяну его с обратной стороны и хочу подвинуть. Но лейкопластырь будет растягиваться. Поэтому отклеиваем данный кончик. И с другой стороны чуть-чуть протягиваем лейкопластырь назад. Так, чтобы этот кончик сел ровно на кромку и не выпирал с другой стороны. Как только вы убедились, что это так. Приклеиваем лейкопластырь пинцетом. Аккуратно, аккуратно вводим по нему, прижимаем, пока он полностью не приклеится. С другой стороны натягиваем лейкопластырь и так же приклеиваем. У меня он же был натянут. Видим, что у нас остался кончик, который нужно обрезать. Берем какие-нибудь ножницы, либо острые кусачки. И обрезаем примерно до конца отверстия. Чтобы у нас лейкопластырь зашел туда и зафиксировался. Ведь надежная фиксация холи-мода в стеме это очень важная вещь. Убираем обрезки, берем пинцет и фиксируем данный кончик в отверстии. Так же осторожно. Вставляем его в отверстие и прижимаем пинцетом, пока он полностью не приклеится. Если он у вас будет отваливаться, вынимаем данный кусок лейкопластыря и делаем все по-новой. Иначе холи-мод, скорее всего, долго у вас не прослужит. Как видите, холи-мод это довольно кропотливая работа, которая приносит результат. И если вы делаете тихую клавиатуру, то его обязательно нужно делать. И первая сложность, с которой вы столкнетесь, это ровно нарезать лейкопластырь. А я тем временем доделываю холи-мод на всех оставших стемах и это самая долгая часть работы со стабилизаторами. После этого я перейду к смазке хаузингов. Смазку я буду использовать MCG111. Она ходит чуть дольше, чем Crytek 205G0, но его тоже можно использовать. Берем немного смазки на кисточку и смазываем хаузинг внутри по периметру, не оставляя излишков. Иначе будет овы люп, и излишки падут на плату, так как конструкция стабилизатора все-таки открытая и хлюпать он долго не будет. После того, как вы смазали хаузинг по периметру, проходимся еще по направляющим кисточкой с оставшейся смазкой, которая обязательно у вас там останется, даже если вы ее не увидите. И после того, как вы все сделали, можете отложить этот хаузинг и взять другой. А я аналогично смажу все хаузинги. И после этого перейду к стэмам. Берем стэм, аналогично берем небольшое количество смазки и начинаем смазывать его по периметру. Я начинаю с широких крайней и перехожу к узким. Вы можете делать наоборот, без разницы, главное, чтобы весь стэм был смазан. После того, как вы смазали стэм, устанавливаем его в хаузинг, чуть-чуть приподнимаем и кладем на стол. А я аналогично смажу все стэмы и установлю их в хаузинге. И после этого переходим к смазке скоб. Я возьму густую смазку Crytek X-HD BDZ. Можно использовать Permatex 81150. Это силиконовая диэлектрическая смазка. Но Crytek X-HD BDZ надо уметь наносить. Так как она очень густая, ее нельзя наносить слишком много и нежелательно наносить слишком мало, так как она в этом случае не будет работать. С хорошими стабилизаторами я использую только эту смазку. IFL с MMHV3 довольно хороший стабилизатор, который заслуживает, чтобы на эти скобы нанесли Crytek X-HD BDZ. И служить смазкой будет намного дольше, чем силиконовая. Как вы видите, помимо основной рабочей области скобы я наношу еще немного смазки. На ту область скоба фиксируется в хаузинге. Там будет возникать трение металла, пластик. И поэтому эту область лучше смазать. После того, как скоба смазана, собираем стабилизатор. Осторожно устанавливаем, прикладывая небольшое усилие из-за того, что у нас есть Holy Mode. После сборки обязательно проверяем стабилизатор. И аналогичным образом я соберу все оставшиеся стабилизаторы. После того, как все стабилизаторы собраны, нужно установить их вместо старых на плейд. И после этого собрать плейд с платой. После этого я сделал тейп-мод изоленты вместо шумоизоляции. Это будет эффективнее, чем та шумоизоляция, которая была у нас в токе. После этого я установлю пароновую шумоизоляцию в корпус, сделаю быстренько Force Break Mode, чтобы не было звона при тейпинге, и после этого соберу базу. После того, как все собрано, можно переходить к смазке свитчей. Я буду использовать тактильные сайлент-свитчи Акка Пингвин. Это довольно хорошие свитчи, качественные, с небольшим тактильным откликом. Конечно, это не Gezi Bobo U4, но и стоят они не столько. А учитывая их невысокую стоимость, это более предпочтительный вариант, чем те же Avotemu Silent Lemon. Каждая коробка по 45 штук. На эту клавиатуру нужно всего две коробки. Первые 20 штук я разберу, и на первых пяти я покажу вам, как смазывать свитчи. И как вы можете видеть, они являются тихими за счет сликоновой вставки на стемах, которые гасит удар стема Апхаузинг. В свитчах есть немного смазки, но ее настолько мало, что смазывать их в любом случае нужно. А если говорить про качество исполнения, то оно довольно хорошее. И первое, что я буду смазывать, это пружины. Смазать буду меддембеглюбинг. Берем обычный зип-пакет, складываем туда все пружины и наливаем немного масла Crytek 105G0. Да-да, именно им нужно смазывать пружины, поэтому не пожалейте денег и купите данное масло, если решили смазать свитчи самостоятельно. И несмотря на высокую стоимость, у него довольно экономичный расход, так как его много не нужно. После того, как мы налили масло, закрываем зип-пакет и активно перемешиваем пружины, чтобы они все были смазаны. После этого переходим к смазке хаузингов. Берем смазку MCG111, либо Crytek 205G0. Я предпочитаю MCG111. Ее же я использовал для стабилизаторов. Итак, берем немного смазки на кисточку и начинаем с направляющих. Смазываем аккуратно, не оставляя излишков. Если видите излишки, сразу их убирайте, потому что последствия овелюба в свитчах являются хлюпаним. И вам придется разобрать свитч, убрать лишнюю смазку и собрать его снова. Это довольно неприятная процедура, поэтому лучше ее избежать, сделав все правильно с самого начала. А на черных хаузингах смазку видно очень хорошо. И видно, где есть овелюб, где нет овелюба и где есть нормальный слой смазки. Например, если мы возьмем те же белые хаузинги, то там будет все намного печальней. Овелюб вы можете просто не заметить. После того, как вы смазали хаузинги, переходим к стемам. Берем держатель для стемов, так как им держать все-таки стем удобнее, чем пальцами. И берем также немного смазки, либо Crytek S205G0, либо MCG111. Я начинаю смазывать стем с направляющих. Извиняюсь за расфокус, так как увидел я его только сейчас на монтаже. А как смазать свитчи у меня есть в каждом видео. Но тем не менее, при смазке стемов мы также смазываем их тонким слоем смазки, не оставляя излишков, чтобы не было овелюба, получилось слюбни при нажатии свитча. А перед тем, как смазывать стемы, лучше сначала установить смазанные пружины в хаузинге. Так будет намного удобнее. Так как после смазки стема вы сразу поставите его на пружину в нужном положении. И останется установить только топ-хаузинг. А я аналогичным образом смажу все оставшиеся стемы. И свитч у нас готов к сборке. Теперь я беру топ-хаузинг и немного прохожусь по направляющим кисточкой, на которой осталось немного смазки. И это в принципе не обязательно, но по-моему так свитч влючит тише. И после того, как я установил топ-хаузинг, просто закрываем свитч и проверяем, как он звучит. Если звучит хорошо, то откладываем и он у нас готов. Если нет, то разбираем и выясняем, в чем причина. А я, чтобы не растягивать видео, сделаю всю основную работу по смазке свитчей за кадром. А для вас это будет всего лишь одна секунда. И для начала нужно вон свитчи, которые держат платой плейта, потом уже вставлять наши Акка Пингвин. Вставлять свитчи нужно осторожно, чтобы не погнуть ножки. А после того, как мы установили все свитчи, можно перейти к установке кейкапов. Я установлю белоснежные кейкапы под эту голубую базу. И здесь они будут смотреться отлично, учитывая золотые вставки и золотые буквы. И получилась вот такая красота. Я думаю, смотрится просто отлично. А теперь давайте рассмотрим ПО и как переключить регулятор из регулирования громкости в регулирование подсветки. И давайте сначала пробежимся по ПО. ПО аналогичен ДАК-40. Никакой разницы. Также отображается подключение USB либо 2.4. Есть режим D-Bounce. Есть Tab-слой, который здесь в принципе не нужен. Это же не 40% клавиатура, но такая возможность есть. И это в принципе круто. Вы можете назначить дополнительные 3 слоя. Большое количество режимов подсветки, что в принципе стандартно для любого ПО. И это неплохо. В VIA бывает режимов куда меньше. Также есть режимы подсветки под музыку и запись макросов. И этого функционала более чем достаточно. Также не забываем, что у нас мультифункциональный регулятор, который переводится из режима регулирования яркости подсветки долгим нажатием в режим регулировки громкости. О переключении режима сигнализирует моргающие клавиши Delete. Теперь с помощью него мы можем регулировать системную громкость, а нажатием на регулятор мы включаем режим Mute. После того, как мы зажмем еще раз долго регулятор, мы переключимся в режим регулировки подсветки. Яркость будет регулироваться вращением регулятора, а режимы подсветки переключаться нажатием на регулятор. И давайте подведем итоги. Что я могу сказать про Monco 6075 Pro? Это отличная база в пределах 10 тысяч рублей. Конечно, у нее есть конкуренты. Как минимум тот же Monsgeek M1 и Leoboq Hi8. И заранее говорю, что мы не говорим о прибилдах типа Reni 75. Мы рассматриваем только базы для кастомных сборок. Поэтому, если даже к Monsgeek я отношусь максимально положительно, то в эту сборку он бы не подошел. Потому что цветовая палитра у них стоит всего лишь из трех цветов. Это розовый, черный и серебристый. Хорошо, остается Leoboq Hi8. Но там у нас есть проблемы с комплектацией. Потому что он может приехать либо с пустым шильдиком, либо не с той гравировкой. Получится тоже не очень хорошо. А у Monco в принципе довольно интересная база. Хорошо обработанная алюминией с анодированием. Довольно интересный дизайн, который вы в принципе не встретите пока ни в одной базе в этом ценовом сегменте. И широкий функционал. Да, здесь нет VIA. Но и не всем нужна VIA. Кому-то удобнее скачать ПО, настроить все один раз и забыть. И я согласен, что VIA нам дает возможность онлайн настройки клавиатуры. Также можно переписать прошивку. Но вспомните, когда вы последний раз сами переписывали себе прошивку. Например, у меня был Mons Geek M5, я его настроил один раз и забыл. Поэтому говорить о том, что здесь нет VIA, и это плохо, неправильно. Здесь довольно мощный ПО, и этого в принципе хватает, чтобы закрыть все потребности по этой клавиатуре. Поэтому отличные качества исполнения, вкупе с отличным дизайном и большим функционалом делают эту базу довольно привлекательной в данном ценовом сегменте. И она действительно составляет конкуренцию тому же Mons Geek M1 или ABOCA Hi8, который я скорее всего не купил бы, если выбирал между этими тремя базами. Как минимум до того момента, пока они не решат свои вопросы с комплектацией. А на этой ноте я с вами прощаюсь. Хочу пожелать вам сделать правильный выбор. Оставайтесь слушать тайпинг. С вами был Домашний обзор. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Домашний обзор. Домашний обзор. Домашний обзор. Продолжение следует...